Количество фоток с аббат превысило наконец-то количество фотографий котиков. Но оказалось не все так просто. Это какая-то бомба замедленного действия имени Шарова. Так они готовы купить врача и обеспечить двойной зарплатой. Это главный мем всего украинского интернета. Подал на президента в суд. В общем, удивлялись крепким, иногда нецензурным словом. Если это так, то это какой-то просто трындец. Привет, это я Андрей Богданович, это мой погляд. И каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И на этой неделе это сплошное мочилово. Пенсионерка из Аджамки мочит слугу народа. Активист из Александрии мочит мэра Александрии. Активист из Кропивницкого мочит самого Зеленского. Хочешь стать известным? Спроси меня как. Такой значок должна носить пенсионерка из села Аджамка Любовь Павловна. Она стала героиней Фейсбука, да и всех средств массовой информации на этой неделе. И все из-за вопроса в прямом эфире на одном из украинских каналов. Вернее, даже не из-за вопроса, а из-за ответа депутата «Слуги народа». Получаю 2000 пенсии. За газ очень много платить. И еще сделали транспортировку. У нас даже не хватает пенсии. Что нам дальше делать? Если у нее есть еще какое-то масло, и как пан Олександр сказал, что собака какая-то там в дворе. Если у элитной породы в дворе, то она может его продать. Мы можем сейчас азартовать, как завода. Элитной породы. Если у элитной породы, то что? То может она его продать в любые моменты и спокойно себе схватить. Ясно? Евгений Брагар вляпался. Нет деньги на коммуналку, продай собаку. Это главный мем всего украинского интернета. Я даже не знаю, нужно ли разгонять снова эту тему, потому что кто только не пинал Евгения «продай собаку» Брагара. Ну а количество фоток собак превысило наконец-то количество фотографий котиков. Хочу отдельно отметить кропивницких журналистов, которые нашли любовь Павловну в Аджанке и особенно пса Шарика. Шарику 14 лет, и он майже слепый. А это баба Люба, властница собаки. Ей 66. Хай лучшее мозги свои продать и узнать, что кому сказать. Пес Шарик, он старая собака, слепая, 14 лет. Я не знаю, за какой газ можно рассчитаться с этой собакой на самом деле. Ну, просто эпический фейл от «Слуги народа». И вообще это как-то, знаете, какие-то барские замашки расплачиваются за газ элитными собаками. Такими борзыми щенками. Киньте кистку собаки, вин друг вашу беда, бо вин друг у беда. В общем, я думал, что депутат от Кировоградщины Олег Воронько – пример косноязычия и попадания в штангу. Но нет, таких там много. Не могу не отметить за безграмотность ребят из одного украинского информационного канала, которые подписали отжамку отжанкой, а Любовь Павлевну назвали Любовью Павлиною. Ну, вероятно, спешили. Я так надеюсь. В Александрии опять неспокойно. Активист Александр Хияшко продолжает священную войну с мэром Александрии Степаном Цапяком. На этой неделе он опубликовал видео, в котором заявил, что родственники Цапяка, а именно невестка, получит коммунальное помещение в центре города на 49 лет с ценой аренды в одну гривну. «Невестки Цапюка за одну гривню на 49 років. 234 квадратні метри. Знаходиться воно у комунальній власності Олександрійської міської ради. Минулого року, 19-го, в цьому приміщенні зробили ремонт всі 200, майже 50 квадратних метрів. А знаєте, яке прикриття цього всього заходу? Що тут тренурують діток танцям. Є така інформація, що начебто ці всі танці Алекс Модерн, що вони не є безкоштовними». Александрийцы в інтернеті в кометах, мягко говоря, удивились такому решению, ну і прокомментировали і невестку Цапюка, і аренду на 49 лет за одну гривну. Я даже не знаю, это одна гривна в месяц или одна гривна в год. В общем, удивлялись крепким, иногда нецензурным словом. «Знаєте, в яких випадках по регламенту і по закону проводяться позачергові сесії? Коли якісь надважливі питання виникають, надважливі, форс-мажорні якісь питання, тому їх вносять до позачергової сесії. Скажіть мені, будь ласка, питання аренди приміщення невесткою Цапюка і її громадської організації – це у нас надважливе питання?» «Думаю, що крепкі і нецензурні слова були вже від Цапюка, коли він зрозумів, що сесія гурсовету Александрії не зможе состояться. Дело в тому, що некоторі депутати не прийшли на сесію». «А какого хрена?» По сообщению журналистки «Интера» Лены Брынзе в інтернете, должны были рассматривать ни много, ни мало вопрос о ліквидації в Понтаївке садика і музикальної школи. Если это так, то это какой-то просто трындец. Но вот если действительно эти вопросы собирались включить в повестку дня, то Степана Цупека уже пора называть императором. По примеру, императора Нерона, который специально поджигал Рим, а потом смотрел, так сказать, на это зрелище. Вот и тут, я так понимаю, нужно уничтожить школы и садики в Понтаевке, и потом смотреть, как понтаевцы приходят к Александрии и просят включить их в территориальную громаду. Ну а если это не так, то слава богу, что садики и музыкальная школа в Понтаевке остаются. И еще одна новость. Александрийский горсовет проиграл дело местному бизнесмену Делиеву. Горсовет в свое время обжаловал право бизнесмена на определенный земельный участок. Но суд послал Александрийский горсовет куда подальше. Активисты такой интерес Александрийского горсовета к Делиеву тоже связывают с Цепиком и с его желанием контролировать вся и все. Ну, например, землю и бюджет. Интересное кино в кинотеатре Зориной. Вернее, события вокруг него. Я-то думал, что там вместо кинотеатра будет супермаркет. И это вопрос решенный. Но оказалось, не все так просто. На этой неделе мэр Кропивницкого Андрей Райкович заявил, что оказывается депутаты не давали разрешения на изменение целевого использования помещения. Масло в огонь подлила и известная активистка, экологическая активистка Надежда Полывода. Возле кинотеатра есть деревья. И Надя, понятное дело, заботилась их судьбой. Тем более, что хозяева супермаркета обнесли весь кинотеатр и деревья забором. Ну, то есть, я так понимаю, что судьба деревьев предрешена. Просто подспил. Но на этом история не закончилась. Возмущения мэра и активистки вылились в конкретное действие организации СОКИЛ. На их ресурсах появилась информация и фото поваленного забора этого супермаркета. И это мне говорит о том, что дело может дойти и до потасовок. Потому что, например, в Киеве, везде, где обносят что-то забором, там, допустим, лесопосадки, какие-то парки, кинотеатры и тому подобное, в определенный момент появляются активисты, которые защищают этот кусок земли. И появляются тетушки, которые хотят отжать. В общем, это какая-то бомба замедленного действия имени Шарова. Потому что все здания, которые попали ему в руки после решения горсовета во времена, казалось бы, неприметного мэра Чегрина, становятся какими-то скандальными. Кинотеатр Мир, гостиница Европа, там непонятно какая судьба. Вот теперь кинотеатр Зориной. Поживем, увидим. Я не знаю, можно ли сохранить этот бизнес в кинотеатре Зориной. Потому что, судя по единственному кинотеатру «Портал» в Кировгородской области, кинобизнес не такой уж и прибыльный. Но мне хотелось бы, чтобы Зориной оставался кинотеатром. С 3D-технологиями, IMAX и т.д. и т.п. И главное, с премьерами, зарубежными и украинскими. Я не знаю, знают ли Зеленский о существовании Крапивницкого, политического и общественного деятеля Дмитрия Синченко. Ну, может, когда-то смотрел канал «Россия», он там выступал на одном из ток-шоу. Но вот Синченко явно знает Зеленского и обратился к президенту запросом предоставить ему распечатки записи телефонных разговоров активистов акции «Нет капитуляции». О наличии таких Зеленский заявил во время встречи с ветеранами и волонтерами в офисе президента. Но Зеленский Синченко никаких распечаток не предоставил. И вот это и послужило поводом тому, что Синченко подал на президента в суд. Если Синченко выиграет, то Зеленский таки предоставит Синченко распечатки и, мало того, покроет судебные издержки. Кстати, а почему Синченко не помогают другие местные активисты? Где Гречуха? Где Козуб? Где Лаврусь, в конце концов? Почему такое молчание? Или их все устраивает? Мне кажется, хоть одна реформа дает хоть какие-то положительные результаты. Я имею в виду децентрализацию. Правда, за децентрализацию приходится тут хвалить прошлую власть, она ее начала. Так вот, на Кировоградщине есть Дмитровская громада. Там есть амбулатория и два врача – семейный и стоматолог. И вот эта громада ни много ни мало готова приобрести еще одного врача. Мало того, она готова купить врачу в селе жилье и обеспечить двойной зарплатой. Об этом заявила глава Дмитриевского сельсовета в украинском кризисном медиа-центре в Киеве. Такую аналогию назвала, мол, как покупают футболистов, так они готовы купить врача. Оплачивать ему проезд, купить квартиру, отвоить зарплату. А в цифрах это 15 200 гривен для сельского врача. Кстати, Дмитровская громада насчитывает 6,5 тысяч человек. А причина, почему Дмитровка себе может позволить купить врача, потому что у них увеличился бюджет благодаря децентрализации. Теперь он составляет 59 миллионов, причем 38 из них это все собственное поступление. А это, между прочим, 64%. Вот это да! И, конечно, Дмитровская громада это пример для подражания, особенно в войне понтаевской громады с мэром Александрией Степаном Цапиком. На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяются на краще, кроме отношения депутатов слуги народа к пенсионерам и особенно к собакам, таким старым, больным, 14-летним, як шарик, между прочим. Пока!